здравствуйте дорогие друзья у нас едва закончился садовый сезон мы переместились вот в помещение делаем уже свои сюжеты отсюда у нас такая погода уже что и снег и дождь все в перемешку и там совсем грустно конечно садоводам хочется чем-то себя занять и мы будем с вами выращивать что-нибудь такой интересненькой на подоконнике но все любят конечно же что-то очень быстрое а что-то полезное и витаминное это микрозелень и я вам хочу представить компанию которая выпускает семена микрозелени и не только микрозелени под названием ильинские проростки но про микрозелень уже много-много раз мы рассказывали а я вам сегодня хочу предложить посеять томатики карликовые томаты черри и дома их можно вырастить даже в зимний период получить плоды если пользоваться лампами вот кто думает что будет досвечивать но какими-то обычными совершенно светильниками дома то я хочу вас разочаровать ничего не получится для роста микрозелени может быть этого будет и достаточно а вот для того чтобы было цветение и завязывались плоды да еще созревали вкусненькие красивые это конечно должна быть какая-то определенная лампа вот такая лампа у меня есть здесь вот смотрите она светодиодная длина у нее 1150 миллиметров то есть это на стандартный проем окна как раз хорошо встает и это лампа дает правильный спектр который обеспечивает именно и накопление витаминов если идет речь о микрозелени и там они такие дружненькие все красивые зелень не вытягивается бодренькие стоят а если мы говорим про томатики то у нас будет и цветение и плодоношение кроме того вот это а лампа которая называется юниел она может быть сдвоено строена то есть есть возможность подключения сразу нескольких ламп и вы можете вообще великолепное освещение организовать вплоть до того что даже ягоды можно выращивать в зимний период то есть вот мелкоплодную земляничку например можно выращивать под такими лампами я зашла на сайт а ильинские травы или ильинские проростки по-разному там можно вот называть знаете с какой наводкой я посмотрела есть у них съедобные цветы и достаточно большой выбор меня так это заинтересовало но естественно цветочки мы с вами будем выращивать летом например на следующий сезон я наверное сделаю обязательно такой сюжет очень интересно повыращивать съедобные цветы они могут и салат любой украсить и можно сделать за сахаренной цветочки то есть здесь выбор очень большой как вы можете это преподнести например своим гостям а уж детям как это будет интересно представляете цветы красивые да еще съедобные заодно я вот увидела что у них есть такие замечательные томатики черри карликовые несколько сортов на выбор и желтенькие и красненькие я у них заказала что нам понадобится для выращивания семян все как обычно это какой-то качественный вот грунт я взяла рыхлый питательный с разрыхлителем ну сейчас грунтов много нужно вот какое-то количество не менее 5 сантиметров насыпать в лоточки любые подойдут разовые емкости не забывайте только там делать дренажные отверстия конечно же нам понадобится и семена тоже да и а вот что интересно ильинские проростки фасуют свои семена вот такие ампулки или еще в зип пакетики и объясняют они тем что не тратятся на красивые вот эти пакеты яркие весь упор сделали на качество семян и здесь действительно и всхожесть очень хорошая и вот в этих ампулках видно хорошо что за семена темненьких там семян нет все очень хорошие замечательные и сходят как я уже сказала очень очень хорошо вот смотрите один у меня сорт это ацтек можете посмотреть на сайте характеристики этого сорта он урожайный очень если все правильно сделать и вот пиноккио и вы тоже можете посмотреть какие отзывы про этот сорт и наверное многим он очень хорошо известен то есть кто занимается вот такими а карликовыми томатиками конечно же этот сорт хорошо знает что нужно еще для выращивания вот этих вот карликовых томатов это горшочки в которой мы будем пикировать потом и естественно место на подоконнике если у кого-то много комнатных цветов то будьте добренькие обеспечить площадь какой-то потому что для получения хорошего урожая нужно чтобы корешки развивались достаточно в просторной емкости и это должен быть горшочек не менее двух литров поэтому вот заранее как-то побеспокойтесь о всем об этом сейчас мы будем сеять в посеве нет ничего совершенно сложного я посею оба сорта вот в эту емкость а потом когда у нас зайдут эти расточки появятся мы уже будем отсюда пикировать ну а чтобы сорта не перепутать вот я такие бирочки взяла мы это поставим и будем знать что у нас за сорта еще что нужно сделать это конечно обеззаразить почву и семена и можно сделать это за один раз если после посева а вот полить не обычной водичкой а фитоспорином например или каким-то другим фунгицидным препаратом но мы естественно будем биологические препараты использовать чтобы у нас было такое экологическое земледелие ильинские проростки как раз именно за это и так приступим к посеву а потом я еще вам расскажу немножечко про характеристики лампы и про то что она может крепиться еще разными способами вот смотрите это у нас раствор а фитоспорина маточный растворчик мы его вот так вот немножечко взболтаем и добавляем там нормы есть я всегда делаю на глазок цвет чайной заварки на стакан там нужно всего несколько капелек но я делаю обычно маленечко покруче видите такой вот хороший заварки получился окрас и выливаем для удобства в такой чайчик с носиком с узеньким дальше что мы делаем вот здесь нам нужно сделать бороздочки можно обычной ручкой просто продавить для того чтобы у нас было две бороздки под два сорта наших томатиков вот таким образом несложным мы это и проделаем и дальше бороздочки я вот советую пролить именно раствором фитоспорина чтобы у нас было обеззараживание почвы а дальше еще после того как посеем мы еще польем сверху и это будет обеззараживание семян вот первый у нас сорт ацтек пойдет давайте посмотрим какие семена видите прям один к одному 10 штучек красивые светленькие ну и я думаю схожесть будет у нас замечательная сейчас мы их посеем я просто раскладываю семена примерно на одинаковом расстоянии чтобы у нас было между ними где-то полтора два сантиметра вот таким образом все семена нам не обязательно потому что 10 это даже много на подоконник не уберется столько вот смотрите семена лежат дорогие друзья мне очень понравилось работать с пробирочками потому что остались семена можно туда же их положить также упаковать крышечкой закрыть и они продолжают храниться вообще сколь угодно долго хоть до следующего сезона хоть еще два года потому что качество семян действительно хорошее ну что у нас вот две бороздочки уже посеяно один сорт и второй и чтобы нам знать где какой сорт вот мы такие бирочки поставим одну и вторую а дальше мы что должны сделать еще это а конечно же засыпать сверху наши семена и полить опять же фитоспорином нужно насыпать почвы примерно сантиметр или полтора глубоко не нужно засыпать наши семена очень рыхлая воздушная почва корочки здесь у нас не будет ну и вот осталось только полить сверху наши семена опять же фитоспорином вот и все посев закончен для того чтобы у нас не было испарения чтобы не следить нам особо за поливом вот так мы накрываем пакетиком ну и смотрите вот бирочки то можно вот так вот раз проткнули и все буквально через три-четыре дня у нас появятся всходы ну что ж мы закончили с посевом у нас еще остались семена на следующую порцию когда нам захочется между прочим вот такие томатики карликовые можно выращивать они как однолетнюю культуру потому что у нас в квартире всегда держится хорошая температура для выращивания вот таких плодовых растений и если омолаживать растение если правильно за ним ухаживать то такой томатик может и два года прожить вот эти семена вот таком zip пакетики мы можем хранить и сейчас мы более подробно поговорим про лампу еще раз дорогие друзья вот всем говорю о том чтобы вы присмотрелись к этим специализированным лампам потому что плодовые растения не более требовательны к освещенности и к правильному спектру и здесь как раз вот даже на коробочке вот посмотрите коробочка здесь такая и вот написано и нарисовано на картиночке какой спектр если смотреть глазом то он розовый мы сейчас включим эту лампу и вы увидите здесь 68 таких маленьких лампочек светодиодов и они дают очень хорошее освещение если у нас лампа стоит на расстоянии 30 сантиметров это покрывается площадь 1 и 2 квадратных метра если мы поднимаем выше например у нас не рассада а какие-то комнатные растения которые тоже требуют досветки то у нас площадь освещения получается 2 и 4 квадратных метров то есть вот не только для рассада можно выращивать эти лампы а для каких растений можно сейчас вот ее использовать посмотрите вот она очень такая себе симпатичная не портит она интерьер какими-то габаритами объемными да вы можете ее прикрепить и на полку куда-то между полками если у кого-то например коллекции фиалок да вот для того чтобы они в зимнее время цвели в октябре в ноябре когда темного вообще самые темные месяцы да нужно конечно вот использовать такие лампы можно закрепить например тоже на окне где-то сбоку то есть вот вертикально сделать такие тоже варианты крепления возможно и там досвечивать например какой-то высокое растение которые у вас в проем окна и тоже какие-то там вас или цветущие или ярко крашеные например кротон есть такое растение до с декоративными листьями он теряет свою яркую окрасочку вот в эти темные месяцы если будете досвечивать у вас вот эта красота неописуемая от кротона будет практически постоянно цветущим вообще тут безоговорочно чтобы вы добились обильного и продолжительного цветения тоже нужны вот такие вот лампы здесь мощность 35 ватт входное напряжение 170-265 вольт ну и остальные характеристики вы посмотрите вот здесь на упаковке здесь все написано и вы можете подобрать себе вот лампы там немножечко есть варианты разные именно на сайт зайдите ильинских проростков и вы увидите и вот здесь еще картиночки как с помощью этой лампы можно выращивать и микрозелень и цветы и рассаду и она более качественной получается чем при использовании обычных каких-то ламп или вообще если вы пытаетесь вырастить без досветки ну вот смотрите еще дорогие друзья я вам говорила что эту лампу можно сделать чтобы и она двойная тройная была до пяти ламп можно подключать и в комплект входит тоже опять в зип пакетики вот такой переходной соединительный проводочек чтобы там за параллелить вот эти вот лампочки еще смотрите здесь вот на блюдечко я сейчас высыплю крепеж с помощью которого можно закрепить как я уже говорила и между полочками и вертикально эту лампу закрепить тоже это все предусмотрено еще дорогие друзья за что вот спасибо производителям это вот такие специальные стоечки на которых прям крепится вот эта лампа видите тут сверху выемка такая и просто достаточно уложить эту лампу вот так вот и она будет у вас стоять хоть на обычном письменном столе вы можете это организовать где-то на работе даже на подоконнике тоже там на каких-то тумбочках где угодно видите как это все удобно здесь тоже вот для надежности можно ножки закрепить чтобы так попрочнее все это стояло и смотрите как все предусмотрено очень очень удобно очень очень здорово ну что ж дорогие друзья всех приглашаю вот на сайт ильинских проростков чтобы посмотреть на съедобные цветы чем вот я очень заинтересовалась чтобы по выбирать себе вот такие комнатные томатики для выращивания круглогодичного может быть вам не захочется тратить электричество в зимний период хотя здесь вот очень такой минимальный можно сказать потребление энергии идет у этой лампы так что в общем она достаточно экономичная вот а вы захотите например выращивать те же самые вот эти карликовые томатики весной и летом на балконе на лоджии можно их и в саду поставить в каких-то красивых горшках хоть на лестнице где-то в патиозоне вместо цветов у вас будут вот такие томаты и там при естественном освещении вы гарантированно получите очень очень хороший урожай потому что это уже проверенные сорта и проверенные семена еще что есть на сайте ильинских проростков это в общем-то и другие культуры которые можно выращивать и в теплице и в открытом грунте мне вот понравились там например белые баклажаны я знаю что они имеют вкус грибов так что посмотрите зайдите повыбирайте всем желаю вот такого интересного себе занятия в осенне-зимний период а если еще это будет сопровождаться вот таким чудесным освещением который дает лампа юниел то это вообще будет просто сказка я хочу сказать напоследок о том что если вы видите фотографии в интернете и там на этом кустике но одна две три помидорки это говорит только о том что человек неправильно досвечивает а потом он ругает семена что ах вот семена неправильные поэтому мало плодов на самом деле нужно правильно посадить правильно подкармливать и правильно светить и тогда у вас будут чудесные домашние черри помидорки